Много песен Я его безумно люблю и надеюсь, что мы все-таки скоро увидимся. Я ее очень люблю. Это любимый мой человек, любимая моя женщина. Все мои мысли о дальнейшей жизни были связаны с ней. Я с ней хотел прожить остаток своей жизни вместе. Любимый мой Серенечка, я знаю, что ты сделал все, что мог, но ничего не получилось. Видимо, теперь мы никогда не сможем быть вместе, пожениться, как планировали, и жить в любви. Я очень тебя люблю, любила и буду любить. Теперь мне придется свыкаться с мыслью, что больше никогда не увижу ни Даньку, ни мамы, ни тебя. Я больше никогда вас, моих родных и любимых, не увижу. Теперь я буду сидеть 15 лет сама не знаю за что. Прости, любимый. Я не знаю, сколько еще я продержусь в этом холоде и сырости. Очень тебя люблю и скучаю. Очень хочу обнять, но не смогу уже. Я чувствую горечь, вину, ужас от того, что я не могу помочь любимому человеку. И все это из-за меня. Это не реконструкция. Я не говорю о влюбленных в предыдущих кадрах. Мы с вами на войне, на реальной войне. Здесь каждый день стреляют, почти каждый день убивают. Я не знаю, как историки назовут эту войну, как она войдет в аналог истории. Возможно, как первая российско-украинская. Может быть, как-то иначе. Но она уже получила неофициальное название. Гибридная. Гибридная война. Чтобы было понятнее, что это такое, я расскажу вам одну гибридную историю. Меня зовут Сергей Лойко. Это не спортивная пробежка. Я разыскиваю тут, на передовой, на Донбассе одного солдатика. В стоге полыхающего сена проще найти иголку. Но мне обязательно. Позарез нужно его отыскать. Пока не закончился фильм или война. Потому что он живой участник и ключевой свидетель событий, о которых пойдет речь в нашем фильме. С одной стороны, история простая. С другой, учитывая исторический момент, она, конечно, удивительная. Три украинца, три молодых человека едут в Москву что-то там строить или ремонтировать. Ну, в этом-то ничего удивительного нет. Даже сейчас, когда между Украиной и Россией идет настоящая война. Одни мужики воюют, а другие едут себе в страну агрессор на заработки. Ну, деньги-то надо зарабатывать. Кормить семьи. Железного занавеса же нет. И визового режима тоже нема. В этом смысле история простая. И даже то, что трое зарабетчан из нашей истории в недавнем прошлом с оружием в руках храбро и достойно отстаивали независимость своей родины в боях против агрессоров, а потом отправились в Россию на заработки. Тоже не очень удивительно. Но история начинает напоминать шпионский триллер «Детектив». Когда мы узнаем, что эти три атошника, ну, как их называют в народе, должны были в Москве и других российских городах изображать не ремонтников-строителей, а диверсантов-террористов. Это что? Выдумки СБУ, которая решила отплатить той же монетой российским спецслужбам? В духе драмы, ну, про распятого мальчика. Или это реальная история? И такая удивительная экспедиция имела место быть на самом деле, и организовали ее, по версии следствия, герои нашего фильма. Он и она, которые в первых кадрах так трогательно признавались друг другу в любви. Она сейчас в тюрьме в Украине, а он на свободе в России. Удивительная история, правда? А все началось с этого брифинга в августе. Цинизм российских спецслужб полягает в том, что ФСБ заради досягнания геополитических целей высшего российского руководства не только планирует убийство украинских граждан, но и готово организовать массовые жертвы среди российского своего, то есть населения. Главная новинка российских спецслужб – это использование в тему колишних участников АТО для прекратить своих операций. По поводу цинизма российских, да, и по большому счету любых других спецслужб, ну, вопросов нет. Это у них профессиональное. Им без этого никак нельзя. Но, простите, организация массовых жертв среди российского, то бишь среди своего же населения – это обвинение сверхсерьезное. Поэтому мы дождались конца брифинга, чтобы задать еще пару опросов и убедиться, что все правильно поняли. Кого вы задержали? Мы задержали Дарью Мастикашева и Александра Каратая. Дарья Мастикашева, насколько мне известно, она гражданская жена господина Соколова, Сергея Соколова, который работает экспертом, аналитиком в Федеральном информационном центре аналитика и безопасность в Москве. Именно по его просьбе, по его заданию, можно так даже сказать, Дарья Мастикашева вместе с Александром Каратаем подыскали троих участников АТО из Украины, реальных участников АТО, выманили их в Москву под предлогом проведения строительных работ, срежиссировали все, продумали каждый шаг, чтобы они оставили как можно больше следов, как будто бы они готовили взрывы в людных местах, общественных местах. Готовили взрывы в Москве? Нет, они не готовили взрывы. На самом деле, они должны были оставить следы, изображающие как будто бы подготовку к взрывам. в общественных местах, на вокзалах, в аэропорту. Во время брифинга журналистам были представлены эти трое несостоявшихся строителей подрывников, которые теперь проходят по делу как свидетели. Это Бондарь Юрий, Морозов Сергей, Юркевич Саніслав, жители Дніпропетровщины. Посередники запропонували выехать до Москвы и провести там незначные строительные работы, за которые получают хорошую награду. За тиждень хлопцам запропонували заработки несколько сотен долларов. Потому что именно на этих последних бойцах они планировали повесить в основную подготовку, как мы считаем диверсии или теракты в Москве, и не только в Москве. Они понимали, что они делают, или их использовали в темную? Ну, по крайней мере, в начале я так... То, что мы сейчас видим, они не понимали. Но после первого дня ребята поняли ситуацию. Именно потому, они после того, как один день пробыли в Москве, на квартире, которую для них подготовили, мы так понимаем, тихонечко оттуда съехали. Три участника этой экспедиции, три бывших воина АТО, чьи имена прозвучали на брифинге, в конце первого дня в Москве поняли, что их используют в темную, срочно вернулись в Украину и дали показания против Мастикашевой и Каратая. Что это? Выдумка и контрпропаганда или реальная история? Особенно странным мне показался ключевой момент брифинга, когда журналистам в качестве доказательства было предъявлено вот это видео с признанием Дарьи Мастикашевой. Я работаю в Москве, работаю непосредственно с Соколовым. К нему совсем недавно обратились заказчики, чтобы сделать диверсионный проект для ФСБшников. Проект заключался в том, что нужно было взять трех людей из АТО, отправить их в Россию. Странное видео, правда? Почему мы не видим ее лица, если это признание? А давайте спросим у самой Дарьи. Как? Да очень просто. Навестим ее в тюрьме и поговорим. Итак, первая остановка – Днепр. Теперь осталось найти тюрьму. Говорят, тут какая-то особенная тюрьма. Местная достопримечательность. Говорят, язык до Киева доведет. А уж до тюрьмы в Днепре и подавно. Кстати, стук тоже помогает. Стучите, и вам отворят. Следственный изолятор на улице Чечерина. Действительно, архитектурный, культурный и исторический памятник, канувший в лету эпохи. Здесь несчастные, заключенные томились еще при царском режиме. В 2012 году тюрьма торжественно отметила свой юбилей. Столетие. В этом примечательном месте нам и предстоит встреча с Дарьей и ее подельником Александром, которые обвиняются, как вы уже слышали, ни много ни мало, в государственной измене. Им обоим грозит от 12 до 15 лет тюрьмы, если суд признает их виновными. Как Мастикашева, так и Каратаев, впрочем, отрицают свою вину. Мастикашева утверждает, что признательные показания на видео, что демонстрировалось на брифинге, были выбиты из нее под пытками. Когда у меня разблокировался автомобиль, меня положили на землю, одели мне наручники, засунули меня в автомобиль, одели пакет на голову, балакалы, я так понимаю, на голову сверху, чтобы я ничего не видела. Дарья Мастикашева, гражданка Украины, жительница Каменского, бывшая чемпионка Украины по Тайквондо. Начали меня избивать по дороге. Везли меня не предположительно, а точно через Днепропетровск. Доехавши до Днепропетровска, меня пересадили опять в другой автомобиль. После этого меня вывезли за Днепропетровск. Там меня опять пересадили в другой автомобиль. По дороге я пыталась понять, кто это, что. В общем, ничего, кроме того, что услышанного, я не слышала, кроме побоев, естественно. После этого в 7 часов вечера, почему ориентируюсь по времени, потому что у меня на руках были часы. В 7 часов вечера меня привозят в непонятное место, закрывают в подвале заброшенного здания, я так понимаю. Через час приходят еще двое человек, которые просто начали, ничего не задавая, не спрашивая, просто взяли полиэтиленовый пакет на голову, начали меня душить. Первый раз я потеряла сознание. После этого, когда я пришла в себя, они мне начали говорить вещи, о которых я вообще не имею никаких понятий. Я являюсь я куратором каким-то. То есть, в общем, бред какой-то. В общем, они сняли с меня одежду, связали мне руки. Ну, я осталась в нижнем белье, в общем-то говоря. Вот, они связали мне руки, поставили меня к стене и начали очень сильно избивать по голове, по туловищу, по ногам. В конце концов, Дарья по ее словам сдалась и зачитала предложенные ей признания. Напомню, что на видео с брифинга СБУ Мастикашева призналась в том, что она и ее знакомый Александр Каратай по заказу российского гражданина Сергея Соколова наняли, экитировали одеждой, инструментами, ну и специальными инструкциями трех бывших участников антитеррористической операции, которые отправились в Россию и должны были в течение недели перемещаться из Москвы в город Курчатов и город Тольятти, как сезонные строители-зарабетчане. Ну, на дне каждой из выданных им вместительных сумок находились сложенные рюкзаки военного образца, а старший группы, бригадир, должен был снимать видео различных объектов, таких как, например, аэропорт Домодедово, станция московского метро, Комсомольское и Ленинградский железнодорожный вокзал. Несколько раз в день, в назначенный промежуток времени, бригадир звонил в Украину и зачитывал по телефону свою часть диалога по инструкции, из которой было предельно ясно, что Троицы готовят террористические акты в России. Их путешествие в Москву – самая удивительная часть нашей истории. Но об этом я расскажу позднее. А пока вернемся в Днепровский изолятор. Александр Каратай отрицает свою вину и утверждает, что к нему, так же, как и к Мастикашевой, применялись незаконные следственные методы. Я хочу сказать, что меня незаконно арестовали и обвиняют у державной изради. То, что я предал родину и тому подобное. Хоть этого я на самом деле не делал. Александр Каратай – житель Каменского, безработный. По сути, меня в этой ситуации изначально просто выкрали, когда мы с семьей приехали после моря. И несколько человек на меня напали в машине, надели на меня пакет на голову и увезли в неизвестное место. И потом сутки там пересували, ломали, душили до безсознания. И заставляли говорить то, что я не делал. Вот и все. Доказать это теперь тяжело. Меня несколько раз возили в разные какие-то места. Опять же, пакет с головы не снимали. То есть пересаживали в разные машины. Говорили, что мы тебя привезем после этого в СБУ. Если ты не признаешься, не скажешь то, что нам надо, не будешь подписывать документы, значит, сейчас мы едем в лес и ты должен убить Дашу. Мы будем это снимать на видеокамеру. После этого меня долгое время возили-возили, пересаживали с разных машин. Я просто не видел, на каких машинах, кто это были за люди. И потом уже меня привезли, наверное, часам к 11-12 ночи к моей машине. То есть она была уже в другом районе совершенно. Она была уже в их распоряжении. И в этот момент уже сняли с меня пакет с головы и сказали, мол, ты будешь помогать нам, мы будем помогать тебе. Каратай, как и Дарья, рассказывает о том, что в его машине и в квартире провели обыски, во время которых и там, и там были найдены боевые гранаты. Он клянется, что не имеет к находкам никакого отношения. И если с Мастякашевой он знаком с детства, они выросли в одном селе, то Соколова он знает только, как и ее гражданского мужа. Никакого общего бизнеса с ним не имеет. И более того, по его словам, не организовывал никакой провокационной экспедиции в Москву. В чем его обвиняют? Вы их в Россию не отправляли? Нет, не отправлял их в Россию. А вообще вы как-то со строительным бизнесом в России связаны? Нет, не связаны. Мне до этого раньше предлагали знакомые мои друзья с нашего города поехать на стройку в Россию. У меня там не получилось изначально. Строить умеет, ремонт делать в таком плане. И поехал бы, если бы было продолжение, я мог бы поехать на стройку. Но ни более, ни других каких-то, никого не отправлять и тому подобное в том, чем меня обвиняют. На этом месте мы прерываем интервью из тюрьмы, в которую еще вернемся, и отправляемся в родной город Мастикашево и Каратая. Нужно поговорить с матерью Дашей. Ну, и на городок посмотреть. Я иду по набережной города Каменское, который до недавнего времени назывался Днепродзержинский. И который знаменит не только тем, что здесь располагается один из самых токсичных металлургических комбинатов в мире, но и тем, что здесь родился Леонид Ильич Брежнев. Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья. В ПТУ здесь учился Нарусултан Назарбаев. Здесь родилась, выросла и набралась опыта героиня нашего рассказа Дарья Мастикашева. В любом случае, все сюжетные линии нашей истории ведут в этот замечательный город. Ирина, скажите, для вас это было полной неожиданностью? Это была полнейшая неожиданность. Это не то, что неожиданность, это вообще я не могла понять, что это вообще происходит. Петраченко Ирина Викторовна, мать Дарьи Мастикашевой, жительница Каменского, на пенсии. А как вы об этом узнали? Как это все произошло? Она была на машине. Она должна была машиной доехать до стоянки, а возле стоянки ее должно было ждать такси. Вот она в два часа дня из дачи отъехала. И буквально минутки через три меня набирает служба такси. И говорят, что машина ее уже ожидает. Я следом набираю ее. Это прошло буквально минуты три, как она отъехала из дому. У нее ни один телефон недоступен. Я, естественно, набираю, набираю, недоступен, недоступен телефон. Петраченко, четыре одна с десятилетним внуком Дани, от первого брака дочери, рассказала о том, как искала Дарью в течение суток. Позвонила в Москву Сергею Соколову, гражданскому мужу дочери. Тот ей посоветовал позвонить в полицию и связаться с адвокатом. Адвокат почему-то сразу предложил обратиться в СБУ, не ожидая ответа из полиции. Возможно, мы чего-то не знаем. В любом случае, после разговора с адвокатом, мама оббивала пороги отдела СБУ в Днепре, пока ей не удалось мельком увидеть свою дочь и даже снять на телефон ее лицо со следами побоев. Затем я случайно увидела сарафан своей дочери. Ее вывели покурить на крыльцо, и они ее окружили все толпой. И вот только тогда я поняла, что мой ребенок находится там. Подъехала машина черная, ее вывели. Я подбежала к машине, начала кричать, говорю, куда вы ее везете? Мне ответили, что везут на медэкспертизу. И вот когда ее с медобследования привезли, я уже, как говорится, ну, каждую машину, что подъезжает эта машина, я уже к этой машине. Меня, конечно, не подпускали, но мне удалось сделать эту единственную фотографию, которая сразу же и облетела. Подбитый глаз, возможно, объясняет, почему лицо Мастикашевой на видео на брифинге СБУ было размыто. Неужели ее правда били, пытали и таким образом вырвали признание? По приезду я сразу же попросила о том, чтобы мне провели субмедэкспертизу, так как я была с побоями. На что мне было сказано, а ты сама себя избила. Мне дали крем, мазь. Говорит, ну, намажь себе синяки, я говорю, не буду ничего мазать. Говорю, везите меня на субмедэкспертизу. Где-то около двух часов дня меня вывозят на субмедэкспертизу, в общем, делают медосвидетельствование и выносят сразу решение о том, что у меня легкие телесные побои. Как вы считаете, ваша дочь она жертва этой войны или она участница этой войны? Я должен задать этот вопрос. Она жертва. Это какие-то игры идут, где она случайно попала в этот водоворот. Непонятно кем подстроены. Мать Мастикашева жалуется, что во время обыска у нее изъяли все ее сбережения – 10 тысяч долларов и 1800 евро. Кроме того, изъяли два планшета Apple, два ноутбука, системный блок марки Apple, мобильный терминал Apple. Весь этот арсенал пенсионерки из Каменского следователи обнаружили нераспакованным. Забрали все телефоны, все номера, все поизымали. Дома у меня находилась компьютерная техника, которая новая, просто упакованная, нераспечатанная. Они позабирали даже и эту всю технику. А зачем вам техника нераспечатанная? Ну, это… Я купила вот ребенку день рождения, подарок на день рождения. В чем основная проблема? Во-первых, это жуткое, абсолютно циничное нарушение права человека, которое женщина, будучи похищенная, подвергалась пыткам, насилию, заставили записать на видеокамеру текст признания в совершенном преступлении. Это видео продемонстрировали обществу и назначили Дашу виновной уже. Защищает Мастикашеву киевский адвокат Валентин Рыбин, который известен тем, что недавно защищал двух российских военнослужащих, офицеров ГРУ, Александрова и Ерофеева, которые были взяты в плен с оружием в руках на Донбассе. Подали соответствующий иск в Европейский суд по правам человека, где описали всю ситуацию с похищением Даши, с ее пытками. Я думаю, что мы в ближайшем будущем получим также реакцию и от европейского сообщества, которое конкретно укажет государственным властям о том, что такие методы работы с людьми просто не допустим. Рыбин считает, что спецслужбы Украины таким изуверским образом мстят гражданскому мужу Мастикашевой российскому гражданину Сергею Соколову, бывшему руководителю компании «Атолл», которая в свое время официально отвечала за информационную безопасность некогда влиятельного, а ныне усопшего российского олигарха Бориса Березовского. После того, как в середине 2000-х Березовский по ряду причин перестал тесно сотрудничать с Соколовым, последний посвятил себя политическим расследованиям в рамке эксперта информационного центра «Аналитика и безопасность». Рыбин считает, что именно последние расследования Соколова, якобы разоблачающие преступную связь украинских спецслужб с организованной преступностью, и вызвали гнев СБУ. Значит, я предполагаю, что это выяснение отношений между отдельными представителями в Управлении службы безопасности по Днепропетровской области и Сергеем Соколовым. Сергей Соколов личность неоднозначная. Есть у него определенные отношения, я так понимаю, и в Украине со специальными службами, и с бизнес-представителями. Учитывая тот факт, что Сергей своей деятельностью мог каким-то образом помешать службе безопасности Днепропетровской области проводить свои какие-то мероприятия, я думаю, что это была показательная опорка. И в этом тоже есть определенный цинизм, потому что даже в среде личностных отношений никогда члены семьи не могут быть привлечены к выяснению отношений между собой. Всегда выясняются отношения между теми людьми, которые находятся в конфликте. И в данном случае мы опять можем наблюдать вот этот вот цинизм, когда 30-летнюю девочку, по сути, одинокую мать, бросают вот так вот за стенки, перед этим пытав, похитив ее. Рыбин не сомневается, что именно страстная любовь между Соколовым и Мастикашевой послужила причиной тому, что последняя и попала за решетку. По его словам, как заложница СБУ. Мастикашева говорит, что была задержана в день, когда собиралась ехать в Москву, чтобы продолжить совместную жизнь с Соколовым уже там. Ну, в общем, мы познакомились в 2013 году. Еще в начале года он мне предложил возглавлять организацию «Золотая лига», которая занимается спортом, так как я являлась спортсменкой. Собственно говоря, у нас сначала рабочие моменты были, а потом у нас с ним взаимосвязь произошла. В общем, мы полюбили друг друга. И вот с начала 2013 года мы вместе с ним находимся. Ну, у нее, да, у нее как огонек в глазах загорелся. У нее появилась цель, у нее появился смысл какой-то жизни. Она расцвела, она стала работать в той сфере, в которой она знала и понимала все. Ну, честно говоря, он никогда не подвергал мою жизнь в опасность. Вот, он меня очень сильно любит, поэтому… Но вы сейчас в тюрьме. Вот, я к чему веду? Почему против вас, вот как вы говорите, вот эти вот фейковые обвинения, и все это состряпано, почему они сделали это с вами, а не с кем-то другим? Если есть у кого-то какие-то претензии к Сергею Соколову, да, его нужно абсолютно их предъявить. Поэтому я не вижу в этом проблему, честно говоря. Этот человек всегда на связи, то есть с ним можно связаться в любой момент дня и ночи. Поэтому, каким образом вообще здесь я фигурирую, мне до сих пор, честно говоря, не понятно. Почему вы не уехали в Россию? У вас не было боязни, что из-за того, чем занимается Сергей, у вас могут быть проблемы? Абсолютно нет. Меня это не касается… Я не вникаю, честно говоря, вот в ту работу, которой занимается он. Поэтому, ну… Во-вторых, даже если бы он чем-то таким вот занимался, да, там, как вы мне задаете вопросы в отношении там фиктивности, как бы… Ну, я знаю, что он не такой человек, и, во-вторых, он никогда не подверг бы мою жизнь какую-то опасность. Я ему очень благодарна, я его безумно люблю и надеюсь, что мы все-таки скоро увидимся. Любовь, любовь, любовь. Эти-то и понятия. Так шутил незабвенный конферансье в необыкновенном концерте кукольного театра Сергея Образцова. И он был прав. Любовь бывает очень разная, мотивированная. Тягой к власти влюбленность Березовского в Путина сыграла с олигархом злую шутку. Вскоре после воцарения Путина в Кремле Березовский угодил в опалу и, стараясь избежать уголовного преследования, поспешно ретировался в Лондон, где проиграл скандальный миллиардный иск к товарищу, по счастью, российскому олигарху Роману Абрамовичу, которого многие аналитики до сих пор считают путинским кошельком. После оглушительного и разорительного поражения Березовского судья Соколов, как он говорит, до самого конца убеждал своего бывшего шефа вернуться в Россию. По его словам, Березовский даже написал с его помощью покаянное письмо Путину. Ответа не получил и, как часто бывает, скоропостижно скончался. У себя в английском поместье считается, что он наложил на себя руки. Однако полиция не исключает насильственный характер смерти. К этому времени атолл уже давно перестал существовать. Соколов стал экспертом, ФИЦ, аналитикой и безопасность и посвятил себя политическим расследованиям, самые громкие из которых в последнее время были связаны с событиями в Украине. В СБУ считают, что Соколов не ограничился аналитической деятельностью и думают, что именно он является автором провокации, которая могла создать казус Белли, веский повод, для открытого российского военного вторжения в Украину. По их мнению, Соколов был организатором той самой экспедиции трех бывших участников АТО в Россию, а Мастикашева и Каратай выполняли разработанный им план, за что теперь и обвиняются в государственной измене. Кто из места Соколов? Мне кажется, что Сергей Соколов в свое время не реализовал себя полным образом, хотя он работал, вы знаете, на Бориса Березовского в свое время, он не реализовал себя как оперативный сотрудник. И, скажем так, уже в зрелом возрасте он решил продолжить это свое направление, и я убежден, что не инициативник. Я убежден, что это, если не кадровый подкрышный какой-то работник, то человек, который явно работает на спецслужбе Российской Федерации. Благодаря раскрытию вот этого преступления нам стало известно о ряде операций, специальных информационных операций, проводимых Федеральным информационным центром аналитика и безопасность. Пользуясь случаем, я спросил у председателя СБУ Василия Грицака о происхождении синяка на лице Мастикашевой. Побои объясняются очень просто, тут нечего объяснять. Есть заключение судебно-медицинского эксперта, в заключении которым говорится о том, что синяку или следам побоев на ее лице как минимум пять дней. То есть в то время она еще даже не была в Украине, насколько мне известно, отдыхала за рубежом. Это первое. Второе, что, поверьте, мы работаем в рамках криминального и криминально-уголовного процессуального кодекса Украины. И насколько мне известно из материалов дела, как мне докладывал начальник следствия, что это легкая стадия каких-то там побоев. Поскольку Дарья занималась единоборствами восточными, вы это знаете, и что она делала за границей, я не знаю, мне даже некорректно, наверное, комментировать этот вопрос. Ну хорошо, ладно, допустим, что так и было. Перейдем к другому важному вопросу. Если Соколов по версии СБУ действительно использовал Мастякашева как агента, то каким образом это вписывается в любовную историю? Неужели Соколов, даже если он шпион, мог в своих шпионских играх так цинично рисковать жизнью возлюбленной? Я почему-то думаю, что сейчас он сожалеет о том, что он ее реально подставил. Я думаю. Но если взять историю деятельности агентов, спецслужб, так называемых двойных агентов, особенно если взять агентов нелегалов, то очень часто работали агентурные пары. В этой ситуации человек открывается перед кем? Перед тем, кому доверяет. Особенно перед тем, кому доверяет, это чувство еще замешано на любви. Поэтому это действительно воистину детективная история. Я не знаю, чем она закончится, эта история, но я еще раз говорю, я убежден, что Соколов сожалеет о том, что он взял для Дарьи. Поскольку война у нас гибридная, то мы можем легко пересечь линию фронта и на перекладных через Минск отправиться в Москву и поговорить с самим Соколовым. Вы спросите, как же он согласился? Очень просто. Я позвонил ему по телефону. Звоните, и вам ответят. Сергей Юрьевич согласился и даже пригласил к себе домой. По декорациям этой улицы, вообще трудно догадаться, где мы с вами находимся, в каком городе бывшего Советского Союза. Не стану от вас скрывать, мы находимся в Москве, почти в самом центре. И улица, между прочим, носит историческое название. Петра Первого. Помните, у Петра Первого были потешные войска, потешный флот? Чем интересна сегодня эта улица? Вот в первом доме находится приемная правящей партией «Единая Россия». Через дорогу. Школа. Средняя школа. А вот это сумасшедший дом. Психиатрическая больница имени Ганнушкина. Ну, удобно же, да? Все под рукой. В одной из этих хрущевок, без лифта, пятиэтажек из белого силикатного кирпича с недавнего времени и снимает однокомнатную квартиру Сергей Соколов, который оставил, по его словам, всю свою предыдущую недвижимость, как и трех красавиц с дочерей, двум бывшим женам. Даша, моя жена, мы живем вместе. Я ее очень люблю. Это любимый мой человек, любимая моя женщина. Все мои мысли о дальнейшей жизни были связаны с ней. Я с ней хотел, как бы, прожить остаток своей жизни вместе. Сергей Юрьевич Соколов родился в 1953 году в Ташкенте. В прошлом глава службы информационной безопасности Бориса Березовского. В настоящее время эксперт Российского федерального информационного центра аналитика и безопасность. Когда вы познакомились? Мы познакомились в 2013 году. В 2013 году я был в командировке на Украине. Мы как раз собирались делать сеть общественных организаций по развитию спорта, объединять молодежь. Притом эта программа была в рамках стран СНГ. И вот один из чемпионов в то время Украины по уличной гимнастике привел мне девочку. Девочка спортивная, худенькая, маленькая. Такая, не скажу, что субтильная. Но меня поразило. А у меня уже был опыт работы на Украине. И работать было тяжело, потому что очень медленно и туго шла работа. Вот. И меня поразила динамика, с какой работает эта девочка. Это была Даша. Ей не надо было повторять дважды. Вот. Она схватывала работу, и ей это очень нравилось. Потому что она сама спортсменка. Ей очень нравилось. Ей нравилось работать с молодежью. Ей нравилось развивать вот этот спорт. Ей нравилось организовывать фестивали, соревнования. Вот большой Днепропетровский фестиваль международный, когда приезжали из Америки спортсмены и из Европы. Одним из организаторов была как раз Даша. Она бегала, она привозила чемпионов из Москвы. И все. Она, ну, скажем так, доминантный организатор была. То есть очень многое держалось на ней. Так Соколов познакомился с Мастикашевой. Он открыл в тогдашнем Днепропетровске филиал российской общественной организации «Золотая Лига», которая занималась, по его словам, развитием физкультуры и спорта среди молодежи. В этом филиале Мастикашева красавица, комсомолка, спортсменка, бывшая чемпионка Украины по тай-квондо стала старшим и единственным сотрудником с окладом 200 долларов в месяц, который, по словам Соколова, он платил ей из своего кармана. Музыка 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 Продолжение следует...